МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал СБС. Общественно-политическая передача Актуальна сегодня. Я ведущий Санна Зайв. В гости сегодняшнего выпуска по зуму с нами будет политолог профессор Западно-Каспийского университета Фекрат Садыха. Фекрат, вечер добрый. Как слышите нас? Здравствуйте, Санна. Слышу хорошо. Великолепно. Кроме того, с нами директор информационного агентства Репорт Фуат Гусейн Али. Фуат, вечер добрый. Добрый вечер, Санна. Уважаемые гости, сегодня начнем наш разговор с того, что, в принципе, не заметить в Баку было сегодня невозможно, а именно, что в Баку проходил саммит специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии, СПЕКО. В работе саммита принимали участие главы государства Центральной Азии, были гости из Европы. И тут обращает на себя внимание, я начну с момента, который, может быть, непосредственно к самому саммиту не имеет отношения, но до саммита были двусторонние встречи, главы государств встречались с президентом Азербайджана, обсуждалась и двусторонняя повестка. Я обратил внимание на то, что почти все они говорили, точнее, поздравляли и президент, и азербайджанский народ с, скажем так, восстановлением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Говорили о том, насколько это важно с точки зрения налаживания некого прочного мира в регионе Южного Кавказа. И здесь, если позволите, начнем с вас. Дело в том, что здесь, среди этих стран, которые все это говорили здесь, здесь есть, ну, скажем так, союзники Армении. И мы знаем, что Армения очень болезненно воспринимает мнение этих стран по поводу Азербайджана-армянских отношений. Но вот они здесь без какого-либо, знаете, как разночтений быть не может. Они были в Баку, это все говорилось. Поздравляли президента и территориальной целостности, восстановили территориальные суверенитеты. И говорили о важности с точки зрения вот этого регионального прочного мира. И не использовали естественным образом никаких армянских нарративов. Какие выводы из этого стоит сделать Еревану, с учетом того, что это вот их союзники, да? И сделает ли, верите ли вы в это? Вывод один. Это союзничество, оно очень зыбкое, непрочное. И оно строится просто на участии в единых военно-политических блоках. КТМТ, ОДКБ, это военный блок, из которого Армения хочет выйти, неоднократно заявляет об этом, угрожает, непонятно кому и что она хочет. Но пока ее выход не просматривается. А страны контактируют с Арменией, насколько я успел заметить, не как с близким союзником, а как просто с партнером. Со страной, с которой надо контактировать, реализовывать какие-то проекты, осуществлять визиты на официальном и рабочем уровне. Но я бы не сказал, что это союзничество носит тесный характер, такой близкий, тесный союзнический характер. Партнерство, да, взаимоотношения тесные, близкие, достаточно явно просматриваются. Но это союзничество не сравнить с тем, какие у нас складываются и развиваются взаимоотношения с тем же Казахстаном, Узбекистаном, Киргизистаном. Мы фактически стали друг для друга важны. Наши возможности, наши интересы сходятся. Мы практически на очень многих международных площадках выступаем с единых позиций. Мы заинтересованы в региональной безопасности. Мы говорим о необходимости контактов и взаимопонимания и установления и развития экономических отношений в стратегическом плане между регионом Южного Кавказа и Центральной Азии. Именно этому был и посвящен форум, где были затронуты очень важные, очень серьезные ключевые проблемы, которые, конечно же, вряд ли по плечу такой стране, как Армения. Поэтому эти государства, страны Центральной Азии, они прекрасно понимают, что собой представляет Армения и что собой представляет Азербайджан. Более того, они, понимая это, поэтому и поздравляют президента Азербайджана, главу государства, с восстановлением территориальной целостности. Потому что даже в тот период, когда наши земли были оккупированы, когда мы планировали освобождать и восстанавливать территориальную целостность, никто из глав этих государств не подвергал сомнению нашу территориальную целостность. Потому что сепаратизм – это зло, и сепаратизм в том или ином виде, потенциальном или спящем виде, он существует и в этих республиках, кстати, и в Казахстане, и в Киргизистане. Поэтому они прекрасно понимают необходимость борьбы и устранения угрозы, такой угрозы, как сепаратизм, и, естественно, восстановление полного суверенитета и территориальной целостности своих стран. Понятно. Фуат, ваше мнение, опять же, сделает ли Ереван из этого вывода? Потому что я заметил, армянские СМИ просто сделали нарезки всех этих выступлений, высказываний с какой-то обидой, что вот такая-то страна поздравила с восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. И дальше продолжались вот эти чисто армянские нарративы того, что имело место, их интерпретация того, что имело место в сентябре 2023 года. Фуат? В данном случае я не считаю, что Армения сделает какие-то определенные выводы и как-то поменяются нарративы в армянской прессе и в армянском обществе. Но выступления глав государств на саммите СПЕКа, в том числе с поздравлением в адрес Азербайджана, они совершенно обоснованы. Во-первых, очень тесное сотрудничество в последнее время, как вы знаете, развивается со странами Центральной Азии в рамках турецкого объединения, то есть объединения тюркских государств. И кроме того, сейчас как раз саммит СПЕКа и показывает еще и экономическое единое пространство этих стран, когда мы говорим о серединном коридоре и реализации проектов в рамках этого коридора. То есть в данном случае играет в свою очередь как тюркское единение со стороны этих стран, так и экономическая характеристика. Но какие выводы сделает Армения, мне кажется, определенных выводов для них не будет сделано. Как правильно отметил Тепермен, объединение этих государств с Арменией более, скажем, искусственное. Оно не основано на каких-то глубоких экономических или политических причинах в том числе. То есть какие могут быть взаимоотношения у этих стран с Арменией. Там даже торговля, скажем так, ограничена чисто территориально. То есть выхода Армении ни в какую страну не имеет. И единственный выход у них на данном этапе остается только через Азербайджан. И поэтому совершенно понятно, что и они исходят из политической конъюнктуры, это раз. И во-вторых, на самом деле они все понимали, как вышедшие из звена Советского Союза, после развала Советского Союза, насколько сильны сепаратистские настроения и в этих странах могут быть. Поэтому восстановление территориально-целостности, суверенитета Азербайджана на всей своей территории, для них это очень позитивный сигнал и для их обществ тоже. Понятно. Уважаемые гости, разумеется, в ходе саммита выступал и президент Азербайджана. Я хотел бы коснуться той части, где он говорил непосредственно о соседней Армении, о оккупационной политике, которая десятилетиями проводила Армения в отношении Азербайджана. Вот что сказал президент Азербайджан. Он сказал, что в мире немало безуспешных зависимых стран, желающих усидеть на двух и более стульях, одновременно служить нескольким хозяямам, превративших себя в арену противостояния более крупных государств. Одна из них соседняя с Азербайджаном Армения, сказал президент Азербайджан. Далее он отметил, что такие страны нельзя назвать независимыми в подлинном смысле слова. Политика таких стран не основана на воле их народов, их судьба находится в руках иностранных спонсоров. Вот это такая довольно, скажем так, строгая оценка со стороны президента Азербайджана, сущности сегодняшней армянского государства. Он фактически говорит, что это государство, ну, как бы, оно управляется извне, оно как бы отдало свой, таким образом, суверенитет. И в данном случае воля армянского народа, ну, мягко говоря, даже не вторична. Как вы думаете, такие мысли, а главное то, что они вот так публично были на этом саммите озвучены, они передают нам характер переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном? Это вот как бы исходит из того, что сейчас происходит в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном, и это вынуждает Баку вот так публично, открыто говорить. Баку ничего не заставляет все это говорить, потому что независимо от позиции Армении, мы высказываем свою позицию, свои взгляды, свое видение дальнейшего развития событий в регионе Южного Кавказа и во взаимоотношениях с Арменией. Мы давно поняли это, и президент Азербайджан, воспользовавшись этой площадкой, этой платформой, он высказал еще раз позицию Азербайджана, которая не меняется уже многие годы. Да, есть определенные токсические дополнения, они, естественно, в меняющейся геополитической атмосфере, но принципиальные наши подходы, они сохраняются, они остаются прежними, и в Армении нет четких позиций, нет четких взглядов и как бы отношения, мы не просматриваем отношения руководства Армении к безопасности, к миру и стабильности в регионе Южного Кавказа и взаимоотношениям с Азербайджаном. То есть мы постоянно видим какие-то шарахания, шарахания пример министра, который говорит утром одно, вечером другое, а на следующий день совершенно отрицая и дезавуируя все то, что он сказал вчера. То есть, поэтому, понятно, мы понимаем, что для него очень важно усидеть на кресле, которое он занимает, и сделать все необходимое, чтобы его оттуда не выкинули, не вышвырнули. Но президент Азербайджана сегодня очень правильно, точно выразился, то есть он премьер государства, который сидит на двух стульях. То есть, с одной стороны, он союзник и партнер России, осуществляет военно-техническое сотрудничество, военная база, масса других направлений, связанных с Россией, его и внешний торговый оборот больше, чем наполовину связан с российской экономикой. Я уже не говорю о железнодорожной сети, о энергетике, о газе и так далее. А с другой стороны, видите, он говорит о выходе из ОДКБ, он говорит чуть ли не о выходе из СНГ, он не участвует в этих мероприятиях. Но в то же время, вот я как успел заметить, он говорит, что мы пока не собираемся выходить из этих структур. Мы пока будем поддерживать эти взаимоотношения. То есть, вывод такой. Иметь дело вот с подобными политиками, конечно, крайне сложно. Невероятно сложно, потому что, делая подобные заявления, он фактически, ну, демонстрирует свою неустойчивость как политика, как премьер-министра этой страны. И даже если он мотивация связана с тем, чтобы усидеть на одном или двух стульях, она все равно не оправдывает его позицию. Все равно она недостаточно устойчива, чтобы, ну, как я понимаю, сегодня заключить мир с Азербайджаном. Потому что он постоянно, периодически меняет свои подходы к вопросам заключениям мирного соглашения с Азербайджаном. Правда, он, вот последнее его заявление о том, что эксклавы, допустим, анклавы, которые находятся под нашим контролем, это территория Азербайджана, но это абсолютно ничего не значит. Я не знаю, что он скажет завтра или послезавтра. И будет ли он освобождать эти анклавы и эксклавы? И когда он это будет делать? Понимаете? Заявлять мало. Надо реализовывать то, что ты заявляешь. Надо говорить. Надо вести себя как устойчивый политик. Пример государства страны, которое должно заключить мирное соглашение с Азербайджаном. И никакая поддержка, никакие резолюции, никакие решения не в американском конгрессе, не в европарламенте, они его не спасут и не помогут ему в том, чтобы в регионе Южного Кавказа наступил наконец устойчивый и длительный мир. Мы сегодня стремимся именно к этому. И президент Азербайджан об этом четко высказался. Он воспользовался с этой платформой, расставил все точки и расставил эти акценты. Я думаю, в Ереване нас должно услышать. Будем надеяться. Фуат, как вы считаете, вот такая оценка Баку, она в некотором смысле продиктована поведением Армении в рамках переговорного процесса о мире? То, что между Баку и Ереваном. Мы знаем, что посылаются из Еревана в Баку и с Баку в Ереван. Соответственно, документ обсуждается таким образом. Вот это такая оценка Баку. Она продиктована поведением армянской стороны? Ну, мы знаем, насколько сейчас процесс затягивает Армения, мирный процесс, мирные переговоры. То есть относительно недавно об этом и говорилось в заявлении МИД страны, когда последние предложения были посланы в сентябре, буквально в начале и с тех пор никакого ответа. 11 сентября, если не ошибаюсь. Да, 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 совершенно верно, да, в начале сентября. И после этого никакого ответа на них не было. И это не первый случай, когда МИД об этом уже открыто вынужден заявлять, что процесс постоянно затягивается. То есть какие-то предложения, какие-то предыдущие, естественно, это обмен предложениями, какие-то каждый раз в мирные соглашения, вносятся какие-то определенные изменения. Да, и это все должно, и понятно, что это должно согласовываться. Ну, вот затягивается каждый раз по два месяца, по три месяца. О чем это говорит? О том, что, в принципе, Азербайджану сейчас, наверное, даже непонятно, с кем он общается на пути заключения мирного соглашения. То есть, если иронично, скажем так, высказаться, наверняка армянская сторона пересылает эти соглашения по разным другим столицам. Я думаю, она обязательно это делает. Да, да, да. Это и Вашингтон, это и Париж, это и Брюссель, возможно, это и Москва в том числе по каким-то каналам. И пока, естественно, соберутся ответы, соберутся замечания со всех столиц, она ничего Азербайджану фактически не возвращает. То есть, поэтому процесс вот так затягивается. И в данном случае как раз господин президент очень тонко, мне кажется, на это намекнул, отметил, что Армения фактически и в заключении мирного соглашения потеряла свою субъектность, скажем так, да. И мы фактически ведем непонятно, то есть, даже само Азербайджану непонятно, то есть, с кем мы конкретно ведем переговоры. Видимо, эти столицы между собой что-то еще согласовывают, даже не ставя в известность об этом Армению. И только потом, придя к общему знаменателю, посылают какой-то вариант конкретно в Ереван. И последние предложения Азербайджана, касающиеся как раз таки проведения переговоров без посредников, помогут в значительной степени избежать всех этих проволочек и действительно решить вопрос в очень краткие сроки. И предложение, например, проводить переговоры в Дбилиси, оно очень конструктивно и очень может способствовать тому, что переговорный процесс значительно ускорится. Но насколько к этому готов Ереван, это, конечно, другой вопрос. Этого фута мы обязательно коснемся по поводу предложения Азербайджана вести переговоры непосредственно один на один, да, Баку и Ереван. Об этом мы поговорим. Но я хотел бы, опять же, коснуться такого момента. Вы сказали по поводу присутствия Армении в разных блоках, союзах, где она не может определиться, она остается там или выходит. Дело в том, что мы все видели, вчера состоялся в Минске саммит ОДКБ, где присутствовали представители всех стран, но из Армении туда никто не поехал. Начинает премьера, далее глава МИД, министр обороны. Вообще полностью проигнорировали. Но это такой линия, которую Ереван взял последние несколько месяцев, как минимум. Они не едут на те мероприятия, где там главенствующую роль Российской Федерации оспаривать бессмысленно. Так вот, в день саммита пресс-секретаря президента России спрашивали об этом, ну вот как это все будет. И он сказал, что лидеры стран ОДКБ в ходе саммита наверняка обсудят армянский фактор и подумают, как с этим быть дальше. Но мы, честно говоря, не знаем, что в итоге они решили, потому что, я думаю, там есть закрытая часть этого саммита, открытая часть саммита и, видимо, о чем-то говорили, но как бы пока это публичное пространство, ну скажем, грубо говоря, не выбрасывается. Но сегодня по поводу ОДКБ высказался сам армянский премьер, который общался в формате видеоконференции, ему посылали вопросы. Так вот, он сказал такую вещь. Мы исходим из государственных интересов Армении. Фактически действие или бездействие ОДКБ не отражает обязательств перед Арменией. То есть, действия ОДКБ не соответствуют интересам Армении. И мы этот вопрос поднимаем. Но он имеется в виду, что со странами ОДКБ. Далее он говорит, что Армения хочет до последнего сделать все, чтобы понять ОДКБ и донести до организации свою позицию. По его словам, если это не удастся добиться, то у общественности будет еще больше вопроса относительно членства в этой организации. Фикат Малим, с учетом того, что с трудом представляется картина, когда страны ОДКБ начнут отчитываться перед Арменией, вы воспринимаете всю эту риторику Никола Пашиняна, как желание прощупать почву, как узнать реакцию именно или, скажем, подготовить эти страны на то, что Армения шаг за шагом уйдет из ОДКБ? Или это нечто другое? Фикат Малим? Вы понимаете, премьер Армении ведет себя как ребенок, обиженный ребенок. На страну, на организацию, которая, якобы, должна была его защитить. От кого защитить? От Азербайджана, который находится на своей территории. Там же четко все в уставе указано, ОДКБ, что вооруженные силы ОДКБ приходят на помощь и оказывают необходимое содействие в тех случаях, когда на территории этих стран происходят какие-то конфликты, и это угрожает политической нестабильности, созданию хаоса и так далее. А что мы были на территории Армении? Неужели это надо еще вообще выяснять и обсуждать? Что он? За кого принимает вообще он членов ОДКБ? И в частности, что он хочет от них? Каких он ждет от них действий? Мы освобождали свои территории, Авдам, Шуша, Ханькенди и так далее. И ОДКБ, вооруженные силы ОДКБ должны были организоваться и в соответствии с определенным сценарием войти на территорию Азербайджана и помогать Армении продолжать оккупировать азербайджанские территории, потому что Армения член ОДКБ. Это же просто неразумно, это же детский лепет, понимаете? Если это он хочет использовать в качестве повода для того, чтобы выйти из этой структуры, это другой вопрос. Пусть он делает все, что он считает нужным. Он избран парламентом, его партия занимает, правда, не столь ведущие позиции в законодательном органе, но, тем не менее, он добился пока этого. Что он вообще планирует, какие шаги должны исходить от ОДКБ? Значит, если он хочет выйти из этой военной структуры и войти куда-то в другую структуру, я не знаю, в НАТО, выйти из СНГ, войти в Европейский союз, то это самый настоящий политический фейк, понимаете? Турция, которая еще в 68-м году заявила о своем желании вступить в Евросоюз, до сих пор, значит, по определенным соображениям, понятно, европейским соображениям, ее не принимают, боятся, опасаются. Более того, Турция выполнила массу условий и требований, которые предъявлял ей Европейский союз. Вплоть до того, что она внесла изменения в свою конституцию, роль военных уменьшилась, так нет, требования были, пошли дальше. Речь шла еще о Северном Кипре, об установлении отношений с Арменией, понимаете? Поэтому я думаю, что Армения, выходя из одной структуры, если она думает, что она завтра или послезавтра окажется в другой, и где ее будут защищать, когда вооруженные силы Европейского, значит, НАТО, военно-политического блока придут на территорию Азербайджана или там, я не знаю, еще куда, и будут зорко беречь границы Армении от какого-то государства, я думаю, он глубочайшим образом ошибается. Поэтому тут на первом этапе пока все на уровне голословных заявлений. Ну, не поучаствовал он сегодня, значит, в саммите ОДКБ, это ничего не значит. Но будет он кривляться, будет он делать вот такие пространные заявления, будет он высказывать свои обиды в адрес Москвы, в адрес других республик. Ну, во-первых, он испортил отношения уже с Россией достаточно серьезно. И они очень сильно огрызаются сегодня на все его поступки, на все его действия. Но не надо забывать о том, что там еще и Казахстан, Киргизистан, другие государства, Таджикистан, которые входят в эту структуру и требуют и от них тоже того же, что он требует от России. Просто глупо, примитивно и нецелесообразно. Поэтому я думаю, что вот эти его такие вот фейковые заявления, они носят очень пространный, неустойчивый характер. Я совершенно убежден в том, что он еще долго будет продолжать находиться вот в такой ситуации, в таком состоянии. Потому что это пока будет идти на уровне заявлений. А что будет потом, наверное, покажет время, наверное, покажет уже реально сложившаяся геополитическая ситуация. Потому что сегодня вообще-то для нас его присутствие и членство в ОДКБ или в СНГ абсолютно ничего не значит. Потому что мы поставили перед собой стратегическую задачу, мы ее выполнили. Мы находимся сегодня в Панке-Анде, мы разрушили эти 15 тысяч боевиков, арестовали сепаратистов, которые мутили там воду и которые виновны в гибели многих наших граждан. Поэтому его вот эти вот высказывания нас абсолютно не должны, не беспокоить, не интересовать. Главное, мы сейчас должны быть нацелены на подписание соглашения. Мы убрали, устранили очень многие препятствия на пути к этому. Я думаю, что этот процесс может быть не столь краткосрочный, но он реальный. И мы будем делать все необходимое, чтобы устранять оставшиеся препятствия. Наша мысль понятна. Фат, как вы считаете, с учетом того, что никто перед Арменией оправдываться, я с трудом себе это представляю, по крайней мере, до сегодняшнего дня они этого не делали. Вот пытается ли Пашинян прощупать почву и в некотором смысле подготовить своих партнеров, союзников к некому выходу Армении из ОДКБ? Потому что на экспертном уровне сейчас звучит фраза о том, что так или иначе она заморозила свое членство в ОДКБ. Фат? Ну да, фактически на данном этапе Армения никак не участвует. Ни в каких, скажем, заседаниях, ни в каких саммитах, ни в каких учениях ОДКБ отменяет назначенные учения в Армении самой, не принимает участие в других странах и фактически никак не задействованы в этой структуре. Я думаю, что все-таки это, наверное, первичный шаг к тому, что они хотят выйти из ОДКБ. Ну, в данном случае я весьма согласен с уважаемым в Киркмарем о том, что Армения сейчас достаточно ведет себя действительно по-детски с той точки зрения, что они, мне кажется, слишком сильно доверяют обещаниям Запада и западных стран. То есть, понятно, сейчас им могут сулить золотые горы, что вот мы вам все обеспечим, все дадим, и информация была об этом даже до этого, какую помощь обещали США, какую помощь готовы оказать подпожив Франции и другие страны. Но фактически та помощь, которая на данный момент, ну, речь идет о небольшой партии вооружения, которая поступила из Франции, да, это, ну, это очень, скажем, малая часть того, что может быть нужно самой армии, да, и когда дойдет до, естественно, до каких-либо уже глобальных вопросов, я не думаю, что Запад с готовностью будет вписываться за Армению в какие-то региональные дрязги или что-то в этом роде. Мы это можем видеть и на примере Грузии, как страна уже несколько лет пытается получить членство тоже и в Европейском Союзе и так далее, да, из-за чего даже были войны, российско-грузинская война 2008 года, да, но несмотря на все это, Грузия все еще остается, вот господин Фикер, наверное, отметил про Турцию, но более свежий пример, скажем, Грузия, которую тоже очень активно пытаются втянуть в Западный блок, но и она сама этого хочет, но когда вроде бы все уже сделано, ее никак не принимают. И сейчас даже говорят о том, что Грузия нехорошо выполняет какие-то условия Евросоюза, европейских стран. То же самое, я думаю, будет с Арменией. Как только она будет готова заявить и сделает шаги по выходу из ОДКБ, из Евразийского Союза и других интеграционных структур, в которых она сейчас находится, все обещания Запада уже превратятся, то есть те обещания, которые давали, что вот сиюминутно мы все это сделаем, примем, дадим членство или, по крайней мере, дадим кандидат в членство, да, то есть все это превратится потом уже в обещания, которые не будут выполнены никогда в данном случае. Все это превратится в требования, которые ей будут выдвигать, перед ней, которые будут ставить, чтобы она вписалась вот в те шаблоны Европейского Союза или другой европейской структуры, которые она должна строго соблюдать. То есть там поэтапно, там же кандидатство, длительный путь, потом членство, еще в перспективе призрачное такое членство. И вы правильно привели пример с Грузии и Украина то же самое, да, к сожалению, то, что происходит в Украине, удручает нас всех, понимаете? Но это все непростые вопросы. Я думаю, здесь сказывается и Пашиняна характерные особенности, человеческие особенности, вот эта неуравновешенность какая-то, и он пытается где-то играть на противоречиях России и Запада. Но в этом контексте, конечно, его ближайшее время, прием его в Европейский Союз или другую какую-то военно-политическую организацию, абсолютно нереально. Ясно. Пханам, если позволите, продолжим одну тему именно с вами. Дело в том, что вот ФАД сказал по поводу предложения азербайджанской стороны, которое было озвучено, чтобы с Арменией вести эти мирные переговоры один на один. Даже называлась условная государственная граница, где делегации могут встретиться. И там так получилось, что по делимитации какие-то точки соприкосновения все-таки в сторону нашли. И 30 ноября уже анонсированы МИДом и Азербайджаном, и Арменией, о том, что там делегации по делимитации государственной границы, они все-таки проведут встречу. Что касается мирных переговоров, ответ последовал, скажем так, на уровне заместителя главы МИД Армении. Я просто процитирую, что он говорит по этому поводу. Он говорит, в переговорах с Азербайджаном есть вопросы, при обсуждении которых необходимо присутствие посредников. Это говорит Мнацакан Сафариан. Далее он отмечает, что, имеется в виду Армения, мы неоднократно говорили, что есть вопросы, при обсуждении которых присутствие просредников обязательно. Есть вопросы, где присутствие их обязательно. Это, например, вопросы, связанные с правами армян Карабаха. В этом вопросе армянская сторона подчеркивает необходимость наличия международных механизмов. Есть и другие вопросы, где гарантии очень важны. Во-первых, первое впечатление, что вот этот Сафариан, он только вчера проснулся. То есть он где-то пару месяцев пропустил, скажем так. Это один момент. Второй момент, то, что вот сегодня премьер-министр Армении говорил о трех важных принципах, я их всех перечислять не буду, это принципы общеизвестные вещи, которые вот содержатся в мирных переговорах и важны. И там уже про каких-то правах армян, живущих в Карабахе, нет ни слова. Никаких международных... Это была повестка, которую Армения продвигала, скажем, год назад. Сейчас этого нет. Но все же, как вы оцениваете, вот такой ответ, это заместитель главы МИД не разобрался, что происходит. Потому что его начальник, ну не самый главный, премьер-министр Армении, он этого не говорит. А вот на уровне заместителя главы МИД, он озвучивает вот этот преслабутый вопрос с правами Армена Карабаха и выдвигает его как важность того, что должен быть посредник между нами. Пожалуйста. Детский лепет. Самый настоящий детский лепет. Вы правильно сказали, что он, по-моему, только недавно проснулся от литургического сна, может быть, я не знаю, или от обычного такого, ночного или дневного. Но это, так сказать, другая сторона вопроса. Существует международная дипломатическая практика. Роль посредничества, она, конечно, важна. Но реального посредничества, истинного посредничества. Мы знаем такие примеры в конфликтах на Ближнем Востоке между в свое время Египтом и Израилем, между Сирией и Израилем. Другие конфликты, там Карибский кризис, другие конфликтные ситуации. Да, когда ведется интенсивный огонь, когда стороны не могут разрешить эту конфликтную ситуацию, и погибают люди, то, конечно, посредники, они нужны и важны. И, кстати, вот сегодня уже свежие примеры, это Израиль-Хамас, посредниками, в котором выступают Египет, Катар. И, кстати, роль их достаточно ценна, потому что они достигают определенных результатов, добились перемирия, добились уже обмена заложниками и так далее. То есть этот процесс, он как бы начался благодаря именно этим посредникам. В нашем случае роль посредников, она уже, мы поставили точку в этом вопросе. Она не нужна, эта роль нам. Мы не нуждаемся в этих посредниках, потому что мы освободили территорию. Что должны делать посредники? И чего добивается Армения? Присутствие, значит, кого? Франции в качестве посредника? Или Соединенных Штатов Америки? Или кого? Кого он имеет в виду? Я не понимаю. Более того, этот заместитель министра Армянский, он не говорит, кстати, о том, что какие вопросы существуют на повестке дня, где необходимо присутствие этих посредников. И, допустим, посредник. Значит, им нужен посредник для того, чтобы оказывать давление на Азербайджан. Не выйдет, не получится. Нам посредники в лице пристрастных стран, таких как Франция, сегодня это руководство Конгресса Соединенными Штатами, Госдепартамента, не нужны. И мы вполне можем сами договариваться, кстати, и в Белисе мы можем сесть за стол переговоров, и на границе. Это наши предложения уже звучали неоднократно по этому вопросу и достаточно убедительно с определенными коррективами армянской стороны. Что еще нужно для того, чтобы сесть за стол переговоров и решить оставшиеся вопросы? Нет. Оказывается, еще надо говорить об этнических армянах, которые проживали в Карабахе. Так, ну что мы еще должны делать? Мы неоднократно заявляли о том, что мы не выгоняли этих граждан, мы готовы принять их, мы с готовностью их примем, пусть они живут там, где они жили, и мы готовы обеспечивать их права и безопасность. Мы это, кстати, заявляли даже в тот момент, когда они уезжали в момент антитеррористических мероприятий и озвучивали неоднократно и по телевидению, и на радио, на армянском языке. То есть, вот вы понимаете, в чем дело? Не замечать этого, не слышать этого, это значит, ну, я считаю, что это плевать в колодец, из которого ты пьешь воду, или же просто не считаться с теми реалиями, которые сложились в регионе Южного Кавказа. Все время навязывают нам какие-то пункты в повестке армянской стороной, говорят о том, что вот они хотят затянуть этот процесс, они хотят, ну, получить, возможно, какие-то дополнительные дивиденды или какую-то дополнительную помощь. Видимо, они сегодня окрылены, окрыленные позиции Франции, которая подбросила там 40 старых этих бастионов, или там Конгрессе, где в подкомитете прошли слушания по поводу армяно-азербайджанских отношений. Ну, опять-таки, они живут не судьбой региона, не думают о взаимоотношениях с Арменией и восстановлении своих взаимоотношений с Турцией. Они все время поглядываются на каких-то игроков, все время ищут каких-то, значит, спонсоров, попечителей, покровителей. И, по сути, поэтому все это носит, понятно, что характер такого очень случайного, такого несерьезного подхода к проблеме установления нормальных взаимоотношений с Азербайджаном и обеспечения, создания здесь мира и стабильности в регионе. Это то, о чем мы говорили, и то, что мы сегодня вновь выдвигаем и ставим на повестку дня и призываем к этому Армению. Понятно. Фуат, вот вы этот ответ Сафаряна готовы воспринимать именно как отказ Еревана вести переговоры без посредников? Это один и второй момент. Почему так получается, что Сафарян возвращает нас в какую-то армянскую повестку, очень прошлую, старую, которую даже их премьер-министр не озвучивает? Вот сегодня у него была большая, ну, то ли пресс-конференция, то ли общение с гражданами, где он говорил о трех принципах. И там нет никаких принципов по поводу связанных с армянами Карабах. Там он ничего такого не сказал. Ну, мне кажется, что в любом случае Армения сейчас реально не готова взять на себя ответственность за заключение мирного договора. Видимо, поэтому они ищут сторонние варианты, как бы привлечь сторонних посредников и потом сказать, может быть, своему обществу, которое в любом случае, мне кажется, будет недовольным этим результатом, или части своего общества, которое будет недовольным заключением мирного договора, что это не мы, это на нас надавили, вот мы были вынуждены и так далее. При любом даже результате, при любых, как бы, пунктах этого мирного договора, да, необходимо учитывать, что, мне кажется, что часть армянского общества в любом случае останется недовольным. Даже если бы, скажем так, это фантастическое, конечно, предположение, но фантастика заключается в том, что там будут учтены многие пожелания, скажем, армянской стороны, которые не соответствуют интересам Азербайджана. Это вообще невозможно, но даже в этом случае будет часть сообщества армянского, и она будет недовольна. И армянское правительство сейчас не хочет брать на соответственность и постоянно ищет вот именно варианты с посредниками. Хотя, еще раз я говорю, эти самые посредники, возможно, и не заинтересованы в скорейшем заключении мирного договора, и они сами, скажем, где-то подзуживают армянскую сторону на то, чтобы эти переговоры по максимуму оставались на втором плане и не было возможности выйти на мирный договор. Но это отказ, да? Это, по сути, отказ вести... Нет, это затягивание. Это затягивание в любом случае. Ведь что будет? Предположим, мы расценим это как отказ, и не будем откажемся... То есть вы определите свою позицию, после этого мы будем с вами переговаривать. А вы совершенно верно отметили, а что говорил Пашинян сегодня же? Совсем другие вещи. И получится, что кому мы верим? Заместителю министра или премьер-министру? Вот это самое странное, вот кому верить. Это действительно самое странное. Да, да, да. То есть, а премьер-министр, возможно, как раз-таки, возможно, и заместитель министра иностранного дела, он озвучивает реальную политику и реальные действия армянского правительства. А Пашинян говорит то, что, может быть, хочется слышать. То есть вы считаете, что замминистра проговорился? Вполне возможно, да. Вполне возможно. Мы это уже неоднократно... Кстати, мы это же неоднократно видели и в словах самого Пашиняна. Когда он в Ереване мог заявлять одно, а когда появлялся в Европарламенте и в европейских столицах, он говорил совершенно обратное. Или же, возвращаясь со встреч, когда они проходили, со встреч с господином президентом Ильхамом Малиевым, там вроде обговаривалось одно, а в Ереване совсем другое. То есть это уже, скажем, нормальная, привычная, очень-очень неудобная и очень, скажем так, на уровне реал-политика очень нехорошая тенденция, но уже такая, какая она есть. К сожалению, к сожалению, вот конец года наблюдатели в целом на экспертном уровне говорят, что может что-то получится с мирным договором. Остается очень мало времени, но из того, что вы говорите, все-таки складывается ощущение, что Ереван не только не готов, но и будет это дело затягивать, и мы перейдем с этими переговорами уже в следующий год, а там уже посмотрим, как получится. Уважаемые гости, огромное спасибо вам за участие. К сожалению, эфирное время у нас подошло к концу. Я напоминаю нашим зрителям, что по зуму с нами общался политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрят Садыхов. Так я вам большое спасибо. Кроме того, с нами говорил и отвечал на наши вопросы директором национального агентства Репорт Фуат Гусейн-Али. Фуат, вам тоже большое спасибо. 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 Я напоминаю, в эфире телеканала Си-Би-Си была общественно-политическая передача «Актуально сегодня». Я ее ведущий Саран Зайв. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин